Уважаемый Владимир Абрунович, уважаемые участники собрания, я решил воспользоваться вашим приглашением, участвовать в вашем учредительном собрании, с тем, чтобы высказать те мысли, которые есть у правительства по поводу состояния дел в строительной отрасли. Прежде всего, сказать, какие у нас есть соображения, как нам с вами вместе выходить из того тяжелого кризиса, в котором строительный комплекс оказался. Как вы знаете, 2008-2009 год были невероятно тяжелыми для строительной отрасли. Общие объемы падения строительно-монтажных работ, ввода жилья составили за два года более 70%. Так, Владимир Абрунович, это беспрецедентные объемы падения. Причин масса. Сейчас, наверное, не время говорить об этих причинах. Самая главная причина, будем говорить, это то, что мы не сумели в условиях кризиса найти адекватные механизмы поддержки нашего строительного комплекса, не смогли найти внутренние заказы и не обеспечить строителей работой. Вот то, что лежит на поверхности. А сюда уже можно добавлять высокие ставки кредитования, отказ банков кредитовать строительный комплекс, потеря покупательной способности людей и так далее, и так далее, и так далее. Теперь, как из этого всего выходить? Как вы знаете, в 2010 году мы все, что могли, все ресурсы, какие были у государства, направили на реализацию крупных инфраструктурных проектов, в том числе и в рамках Евро-12. Мы предприняли целый ряд мер, связанных с дирегуляцией строительного комплекса, то есть уменьшить коррупционные налоги на строительный комплекс, уменьшить всякие, так сказать, сборы и так далее, и так далее. Мы проводили работу с каждым практически недостроем и поставили перед собой задачу в 2010 году все, что заморожено на уровне примерно 80-70% готовности, все достроить. Честно сказать, у нас не получилось. Что-то успели ввести, но большинство объектов так и не ожили у нас. Анализируя первые три месяца, у нас уже есть данные по январю, февралю и марту, надо сказать, что первые позитивные признаки того, что строительный комплекс стал выходить из той комы, в которой он находился, есть. В чем они заключаются? Ну, прежде всего, на 6% увеличились против прошлого года объемы строительно-монтажных работ. В полтора раза больше введено квартир в эксплуатацию. Связано это, прежде всего, с тем, что, как я уже сказал, основное внимание было уделено недостроем. Вроде бы хорошо, но что такое? С одной стороны, 70% минус и спад, а с другой стороны, по отношению к этому спаду, 6% подъем. Это значит, если переводить все объективные показатели, мы продолжаем находиться в той глубокой яме, в которую свалились. И это абсолютно объективный факт. Да, начали выкарабкиваться, но темпы, в которые мы начали двигаться, никого из нас удовлетворить не могут. А строительный комплекс мы рассматриваем как один из главных приоритетов в деятельности правительства. Потому что именно строительный комплекс может в условиях нестабильности внешних рынков, нестабильности ценовой ситуации, может поддержать внутренний рынок. Сейчас, сегодня, вы создаете свою конфедерацию. То есть, мы рассматриваем это как возможность работы правительства с организованной массой строителей, с тем, чтобы мы могли на регулярной основе встречаться, иметь прямую и обратную связь, корректировать свои решения, выслушивать вас, что мешает вам работать. Причем не в общем, а я готов до конкретных вещей доходить. Я ставлю задачу перед своими ответственными руководителями, перед Тихоновым министром, перед заместителем министра кабинета, министра Анистратенко, чтобы каждый сейчас недострой рассмотреть персонально конкретно, что мешает его достроить. И чтобы мы в 2011 году, наконец, недостроями закончили. Я недавно ехал в Черкассу, в Кане, мимо Борисполя. Налево, посмотришь, стоит кран мертвый. Направо стоит кран мертвый. Губернатор, чем ты занимаешься? Министр, чем ты занимаешься? Почему не стоят недостроенные? У тебя есть рецепты? Мы что, не нуждаемся в жилье сейчас? Мы что, не нуждаемся в промышленных объектах? Я пригласил сегодня на эту встречу у нас с вами, я, к сожалению, по своему графику через полчаса должен буду уехать, но я пригласил председателя Национального банка Сергея Геннадьевича Арбузова. У него много есть идей, инициатив, каким образом способствовать работе строительного комплекса. Какие бы я хотел сейчас высказать идеи в том плане, что их надо поработать над ними, но, может быть, и реализовать. Под конкретные инвестиционные проекты, Сергей Геннадьевич, может быть, давай пойдем на то, что снизим ставку кредитования этих конкретных инвестиционных проектов. Скажем, при средней действующей ставке 18-19%, конкретный банк под твое рефинансирование, под этот конкретный проект выделяет под 12% выдаст. Например. Но четко под контролем банка только на реализацию этого проекта. Мы готовы поддержать эту инициативу. Давай вместе рассмотрим. Это как одна из идей. Вторая идея. Нам надо поднять покупательную способность наших людей. То есть нам надо вернуться к кредитованию жилищного строительства, к кредитованию потечных кредитов. Я вам гарантирую, в этом году мы не можем, я два слова скажу о той ситуации, в какой мы сейчас находимся, выделить большие ресурсы на ипотечное кредитование, хотя уже порядка миллиарда мы выделили. Но на будущее, вот я вам гарантирую, мы выделим на ипотеку 10 миллиардов гривен. 10 миллиардов гривен выделим, пойдем на удешевление кредитов, прежде всего, по линии удешевления кредитов. Пойдем по линии подготовки и взять на себя расходы по обустройству площадок под строительство. То есть что я имею в виду? Подвести все коммуникации, сети, энергетику, канализацию, воду, а строителям скажем строй. Следующий вопрос. Вот при таких условиях нам надо, чтобы вы заложили оптимальную рентабельность в цену продаваемой квартиры. Оптимальную. Не пытались заработать, как раньше бывало, и в шестом, и в седьмом году. Там большие подъемы, я говорю откровенно. Была такая возможность у строителей. Закладывали такие подъемы. Сейчас, чтобы выйти из кризиса, надо выходить с оптимальной рентабельностью. Я не говорю минимальной, но с оптимальной рентабельностью. Тогда мы оживим спрос у людей. Вот таким, может быть, комплексом методов, может быть, что-то еще надо подумать. Мы должны поднять наше строительство. Одновременно давайте посмотрим производство строительных материалов. Всего, всех составляющих строительного процесса. Давайте поработаем вместе с нашими металлургами, с машиностроителями, с корпорацией строительных материалов. У нас, кстати, за три месяца мы производство цемента увеличили почти в два раза. Это хороший показатель. То есть появилась потребность цемента. Тут есть укор цемента. Да, укор цемента. Так надо и дальше. Мы тоже вам будем помогать. Это очень важная программа. Потому что без цемента ясно, что строить нельзя. Но и ценовые ситуации. Нам надо, чтобы все у нас было в комплексе. Что сейчас происходит, какая ситуация в стране в целом? Там буквально два слова. Начали мы выходить из кризиса. По отдельным отраслям машиностроения мы уже вышли на докризисный уровень. Хороший показатель. Но с чем мы сталкиваемся? С абсолютно объективными процессами, связанными с глобальным изменением. Прежде всего, это рост цен на продовольствие в мире. И это уже объективная тенденция, от которой обратного хода не будет. Ну, с чем это связано? Я простые вещи скажу. Китай. Прирост населения ежегодно 7 миллионов человек. Индия. Порядка 5 миллионов человек. И так далее, и так далее. Я называю специально эти страны, поскольку у них очень высокий рост вау внутреннего продукта, а значит, очень высокий рост внутреннего потребления. Поэтому на мировом рынке продовольствия в ближайшие 10 лет, по меньшей мере, будет наблюдаться дефицит основных продуктов питания. А там, где есть дефицит, там будет рост цен. Вторая глобальная проблема. Выходя из кризиса, основные эмиссионные центры, это имеется в виду Соединенные Штаты, это имеется в виду Европейский Союз, Соединенные Штаты пустили дополнительно из своего Федеральной резервной системы 2 триллиона долларов. 2 триллиона долларов, ничем не обеспеченных, вышли в оборот на мировой рынок. Европейский банк. Почти триллион евро. К чему это привело? Посмотрите рост цен на золото. 900 долларов за унцию. Сейчас 1400, на сегодня 18 долларов. Вот вам реальная стоимость доллара. Может зерно продолжать оставаться, а может стоить столько, но стоило до эмиссии доллара. Мировых цен. Не может. Ну так или не так? Или кто-то другое мнение имеет? Я называю основные базовые цены, от которых зависит все. Это доллар, соотношение к золоту, зерно, пшеница, теперь нефть. Смотрите сегодня уже на рынке. 121 доллар с половиной. Стоимость барреля нефти. Пока тенденция, которая бы сказала нам, что будет ситуация изменяться к лучшему, пока нет. Смотрите события в Ливии. Раз. Надвигается Нигерия. Два. Нестабильность в нефтедобывающих регионах три. Поэтому оптимистические очки надевать розовые ни к чему. Мы должны быть готовы к тому, что рост цен на нефть будет продолжаться. А мы, к большому с вами сожалению, получили, благодаря даме с косой, базовое соглашение по цене на газ. С 2009 года оно начало работать, это базовое соглашение, которое привязало стоимость газа. Во-первых, цену базовую 450 установило и привязало его к стоимости нефти. А это означает, что уже сегодня, если цена на нефть будет 120, мы получим повышение цены на газ, входящий из России, примерно на 40 долларов на тысячу кубометров. И имеем все абсолютно шансы, если не пересмотрим это соглашение, выйти примерно на 400 долларов за тысячу кубометров. И это те факторы, с которыми нам надо считаться, если мы реальное правительство и реально смотрим на жизнь. Вот в этих чрезвычайных условиях перед правительством стоит невероятно сложная задача. Мы хотим удержать цены на базовые элементы, такие как нефть, такие как хлеб, такие как металл и так далее. Поэтому мы уже буквально вчера разговаривали на эту тему с президентом, обсуждали ее. Мы выйдем с предложением уменьшить стоимость, уменьшить, вернее, акциз на нефтепродукты. Наверное, где-то на 50 долларов будем уменьшать на тонне величину акциза, с тем, чтобы нам удержать на этот период времени цену нефтепродуктов в определенном коридоре. А цена нефтепродуктов автоматом влияет на все остальное. Скорее всего, мы пойдем на такие меры, как может быть, на специальные цены для автоперевозчиков, тех, кто у нас перевозит пассажиров и так далее. То есть сейчас правительство разрабатывает такой комплекс мер, который позволил бы в этой сложной ситуации стабилизировать цены. Это для нас сейчас основной вопрос. Основной. И от него, кстати, и ваша работа тоже зависит. Потому что вы покупаете дизельное топливо для перевозок и так далее, и так далее. И вместе с тем я смотрю на развитие ситуации достаточно оптимистично. Вот есть проблемы, есть механизмы, по крайней мере, решения этих проблем или сглаживания негативного влияния. Конечно, мне говорят, уменьшил на 50 долларов акциз, значит, получил меньшее что? Дорожного фонда. Значит, я автоматом уменьшил, сейчас у нас из расчета 182 евро на тонну рассчитываем, 16 миллиардов дорожный фонд. Уменьшил на 50, значит, будет не 16 миллиардов, а будет 11. Так? А за счет чего строить дороги? Вопрос? Вопрос. Значит, опять будем в бюджете перераспределять с тем, чтобы нам не остановить строительный комплекс. Мы же, вообще говоря, пошли в этом году на сокращение целого ряда налогов, в том числе отменили транспортный сбор. Транспортный сбор у нас сформировал примерно 3,5 миллиардов дорожного фонда. Мы его отменили, все ввели в акциз. И сейчас вынуждены идти вот на такую меру. Но мера вынужденная, может быть, временная. И завтра мы на правительстве будем эти меры рассматривать. Поэтому вы первые, кто об этом слышите. Я к вам с доверием отношусь. Я думаю, что вы такие меры поддерживаете. Поддерживаете или нет? Конечно. Поддерживаете. А что касается дорожного строительства, то я думаю, что мы те объекты и те объемы, которые наметили, мы обязательно выполним. Буквально сегодня мы рассматривали киевские стройки. Почему киевские? Почему я так много внимания на Киев уделяю? Потому что, прежде всего, через год буквально мы будем принимать Евро-12. Киев надо привести в порядок. Однозначно. При всей важности всех наших территорий, городов, районов. Вместе с тем, обычно, куда приглашаешь гостей, те места, так сказать, и приводишь в порядок. Поэтому четырем городам, принимающим Евро-12, сейчас уделено особое внимание. Поэтому мы наметили большой объем работ. Прежде всего, это развязки, чтобы убрать пробки. Завершение строительства мостов, тоже чтобы убрать пробки. Большие работы по приведению в порядок прилегающих к стадионам территорий, аэропортам. И вот в ближайшее время, буквально через неделю, я буду в Китае. Мы подписывать будем соглашение о таком крупном, серьезном проекте строительства, во-первых, железнодорожного сообщения «Киев-Борисполь» с Краснова. И, во-вторых, строительства окружной дороги вокруг города Киева. Давняя наша мечта, как вы знаете, разгрузить Киев от транзита. То есть, пока речь идет о Малом кольце, о Малом кольце, которое, значит, с Одесской окружной дороги пойдет на сторону Броваров, Борисполя. Для этого придется строить либо тоннель, либо мост через Днепр. Ну, я думаю, что мы года за два, ну, максимум за три, сможем реализовать этот крупный объездной маршрут. Построим паркинги в Киеве. И мы уже утвердили на правительстве паркинг по Борисполю. Там у нас будет крупнейший паркинг на 30 тысяч мест. Вот, порядка 70 тысяч квадратных метров. Ну, и аэропорт будет большим, громадным. Поэтому такая вот масштабная стройка будет проведена. Ну, и что еще хочу в завершение сказать. Если нам удастся сочетать, первое, бюджетную поддержку, 12-й и 12-й, выйти на докризисный уровень строительства. Как вы считаете, выйдем? При таком подходе. Ну, Павел Богословил, а вот строители сами. Выйдем или нет? Поставьте мне начальником, сделают за полтора года раньше. Слушай, вот, вы знаете, я въезжал в Лавру, вот сейчас проехал, да? Я скажу, я помню, как мы с ним лет 15 тому назад проходили. Ну, согласны вы со мной, что небо и земля сейчас, да? Абсолютно. У нас, ну, это наша гордость, понимаете? Тысячи лет скоро будет в Лавре. И, наконец-то, Лавра становится Лаврой. Это его заслово. А это, безусловно, появился... У Полояновой, когда 15 лет. Вот. Безусловно, появился хозяин в Лавре. Он там называется архиепископ, но он, по сути дела, самый главный прораб тут в Лавре. Вот. И поэтому сейчас наша Лавра становится гордостью. И вот я встречался с патриархом, значит, Иерусалимским, да? Да. Вот. И он мне говорит, слушайте, говорит, ну, я первый раз такое чудо увидел. Это у вас действительно чудо. Хотя он поездил по монастырям немало, посмотрел, но очень красивая Лавра у нас становится. Поэтому наша с вами задача нашу страну преобразить. Вот. Сделать ее красивой. И мы с вами вместе можем это сделать.